Денис, приветствую тебя. Привет всем. Наш традиционный для четверга эфир. Обсуждаем технические фундаментальные рынки, инструменты, которые нам кажется сейчас представляют самый большой потенциал в плане извлечения торговых возможностей. Друзья, делимся с вами нашим видением. Это не истина первой инстанции, безусловно, наше субъективное мнение с Денисом, но отмечу от себя, что очень часто, практически всегда у нас такой тандем, как с точки зрения техники и фундамента, определяем такие долгосрочные тенденции, и надеемся, друзья, что вы прислушивались к нашим прошлым рекомендациям, потому что они в целом себя очень неплохо отработали. Денис, ну сегодня я предлагаю по старинке проанализировать ситуацию с главным валютным риском, европейская валюта, если не против, можем посмотреть еще на фунт, давненько мы его не касались, можем. Также еще и посмотреть на рынок нефти. Не против? Пока за. Отлично. Давай тогда начнем с меня. Так, ну что, евро. Евро-доллар. Текущие котировки 1.09.64. После того, как мы с тобой провели последний эфир, помним, что интерес к евро еще какое-то время доминировал, европейская валюта котировалась в районе отметки 1.10, но под конец прям прошлой недели развила коррекцию, по сути вернулась по уровню 1.09, но сейчас уже котировки видим снова 1.09.63. Вчерашняя сессия, кстати, очень волатильная. В течение всего дня мы наблюдали за тем, как рос доллар и слабили рисковый инструмент. Но под конец торговой сессии поменялись местами покупателей, продавцы, и риск, валютный риск снова оказался среди тех инструментов, которые покупались инвесторами. Как я уже отметил, текущие котировки, друзья, 1.09.60, я по-прежнему, Денис, может быть у тебя изменилась с точки зрения, интересно будет еще послушать с точки зрения еще технического анализа, но я считаю, что евро достоин еще, чтобы сходить повыше, опять же, на более высокие ценовые уровни, потому что, если отталкиваться от ситуации с долларом, я по-прежнему сторонник того, что доллар все же будет испытывать давление. И несмотря на то, что, да, всех закладывать под еще одно повышение процентной ставки уже меньше, чем через две недели, время летит очень быстро. Вперед, по сути, так, понедельник, вторник, третьего мая состоит заседание американского регулятора. Ставку, да, с большой долей вероятности повысить на 25 байсных пунктов, но об этом говорят уже недели три, поэтому я считаю, что все же заложено в курсе. Индекс доллара вряд ли сможет на этом прям существенно подрасти. И я надеюсь, что это не только моя точка зрения, уверен, что американский регулятор, даже если и пойдет на еще одно повышение процентной ставки, но он точно начнет уже нас готовить к тому, что это повышение потенциально может быть последним, потому что местно в текущих обстоятельствах сохраняющихся неопределенности, с отголосками проблем банковского сектора, с учетом снижающейся инфляции, явно буксующего рынка труда и проблем на рынке недвижимости, не нужно больше повышать процентную ставку. То есть я знаю многих довольно авторитетных экономистов, которые считают, что Федрезерв не просто завершит текущий цикл ужесточения монетарной политики, он даже начнет снижать процентную ставку к концу этого года. Хотя я, честно говоря, на снижение ставки пока не рассчитываю, но думаю, что к этому все, конечно же, в конечном счете придет. Евро почему интереснее, чем доллар? Потому что за евро стоит Европейский центральный банк, который все еще настроен на продолжение активной борьбы с высокой инфляцией. И я думаю, что ЭЦБ повысит ставку на 25 базисных пунктов в мае, потом в июне и в июле. В совокупности завершит первое полугодие повышение ставки еще на 75 базисных пунктов. Думаю, что на этом фоне европейская валюта какой-то период времени, скажем, среднесрочный, еще будет в фаворе спросовым покупателей, и может легко добраться до сопротивления 1.12. Может быть, это долгосрочная цель, 250 пунктов по сути текущих уровней. Будем актуализировать во время наших последующих эфиров, но я считаю, что евро нужно по-прежнему покупать. И каждую коррекцию расценивать как подарок для тех, кто раньше подыменил и, соответственно, не заходил в эти ланговые сделки. По британской валюте, кстати говоря, по евро, что стоит отметить, вчера же были данные по инфляции, базовый индекс потребительских цен снова подрос с 5,6% до 5,7%. Если руководствуется логикой, то, конечно же, когда растет базовая инфляция, как один из важнейших индикаторов для регулятора, это оправдывает действие ЦБ по повышению процентной ставки. Что касается британской валюты, текущей футировки 1.24.35, я также, как и в ситуации с евро, здесь жду еще потенциала роста на 200-250 пунктов. Тоже вышли вчера данные по инфляции в Англии. 10,1% индекс потребительских цен, небольшое снижение с 10,4%, но мы видим, что показатели все равно остаются на двухзначных уровнях. Это, конечно, караул просто для британской экономики, для развитого рынка. Работать с инфляцией, которая больше характерна для каких-нибудь африканских стран. Но проблема, да, она серьезная. И несмотря на то, что ужесточение политики повышает риск рецессии, я думаю, что сейчас риск рецессии как гипотетическая проблема – это то, что нужно будет решать когда-то там в будущем. Есть острая необходимость остановить рост инфляции. Мы знаем, что лучший инструмент для этого – это более высокие процентные ставки. Как и в ситуации с главным валютным риском, с европейской валютой фунт, на мой взгляд, будет в этой связи интереснее, чем доллар, потому что здесь очевидно еще несколько повышений, которые грядут в ближайшее время. По Федрезерву, как я уже отметил, я ожидаю только лишь максимум еще одно повышение ставки. Хотя, если бы я был ответственен за решения, которые принимаются регулятором, то уже все, статус клуба выбрал, занял бы выжидательную позицию, ничего бы не делал. И рынок нефти. Меня, кстати, разочаровала нефтянка. Я очень рассчитывал на то, что из-за вот этого риска дефицита предложения, потом очень оптимистичного прогноза от Международного аналитического агентства о том, что Китай восстанавливается. Последние данные, кстати, по Китаю на этой неделе, по ВВП, по роничным продажам, по промышленному производству доказывают то, что все-таки экономическая активность растет, и решение отказаться от политики нулевой терпимости, открыть границы, оно было правильно. Но даже на ожиданиях того, что Китай будет обеспечивать более высокие объемы потребления, и вкупе со снижением предложения, в том числе из-за последних действий ОПЕК по сокращению, дополнительному сокращению производства нефти на 2 миллиона баррель, нефтянка все равно не пользуется спросом. И прямо вот сейчас на графике, который я транслирую, видно, что нефть, судя по всему, уже пошла на закрытие ГЭПа, который образовался, когда страны ОПЕК+, согласовали дополнительное снижение объема нефтедобычи. Я буду стоять на своей идее вот этого фундаментального роста и очень надеяться, визуализировать, что все-таки нефть развернется. Могу, конечно же, ошибаться, но мне кажется, что вот это снижение абсолютно никак не вяжется с тем, что у нас есть в плане фундамента. Моя, Денис, рекомендация прежняя – это держать ланги с целями 85 и 90 долларов за баррель. Слово тебе. Да, хорошо. Тем более мне есть что сказать, особенно по нефти. Отлично. Так, мой экранчик уже должен быть виден. Да, уже видно. Супер. Значит, по поводу евро здесь я поддерживаю. Дело в том, что мы когда в прошлый раз разбирали евро, я как раз говорил о том, что у нас очень сильный диапазон сопротивления в районе 1.10.35, как стратегический экстремум, и 1.10.75. То есть этот диапазон, он был сформирован еще даже не неделю, а две недели назад. Причем он, чем он сильный. То есть мало того, что здесь находится у нас стратегическое сопротивление в уровне, плюс ко всему здесь находится еще и нижняя граница опционного спреда и отдельно еще опционная проторговка на 1.10.75, которая как раз в верхнюю границу сформировала. Цена при подходе дала очень хороший точный объем. Вот мы его видим как раз прямо в середине. И затем уже после реакции с перекрытием у нас пошла коррекция. Дело в том, что если раскинуть профиль объемов на весь полностью текущий июньский контракт, то получается, что основные объемы и накопления у нас четко попадают в зону покупателей 1.08.95, 1.09.25. И сюда также попадает у нас контрактный депок. И в целом, то есть это очень сильный диапазон для оскока. Но мне здесь не нравится то, как вообще цена пытается сделать реакцию. То есть какие-то покупатели на очень низких объемах, они практически не дают результата. Поэтому здесь я вижу два варианта. Первый вариант – это снижение снова к зоне профильного объема от нее отскок вверх на ретест максимумов. Там дело в том, что вверху есть тоже потенциалы, но я не уверен, что там возьмут максимум. Думаю, ну 1.12 потолок. Пока загадывать туда не буду. Хотя бы пускай будет ретест там в районе 1.10.75, 1.11. Для начала будем на этот ретест смотреть. И я не исключаю вероятность, что попытаются сделать такой ложный прорыв вниз. Как раз к нижней границе здесь тоже собран достаточно серьезный объем. И плюс к этому еще и локальную поддержку по уровням тоже здесь сформировали. И отсюда снова на рост. Потому что те объемы, от которых отскочили изначально, и опционные, и также по фьючам, эти объемы, они, как правило, дают достаточно хорошую коррекцию. Мы видим вот четко, как по кумулятиве начали реализовываться сделки по бидам. То есть это рыночные продажи, это фиксация покупок плюс накопительные продажи. Мы увидели реакцию. Поэтому сейчас текущих я бы не покупал, честно, потому что очень рисковая идея. Поэтому либо здесь на ретест смотреть, либо уже добой вот сюда ниже, и отсюда выброс вверх. Потому что для полного изменения тренда нужно, чтобы перекрытие было достаточно глубоким, вплоть до уровня 1.08. Пока этого не произойдет, конечно, приоритет общий у нас остается на рост, то есть лонговый. Но вот эти две зоны лучше их держать в уме, тем более нижняя зона, она усилена еще и контрольной маржиналкой. По поводу фунта. Да, здесь ситуация абсолютно идентичная. Единственный момент, с точки зрения стратегических уравней опционов, здесь есть еще куда расти, вплоть до 1.26.5-1.27. Я считаю, что рост туда может состояться. Цена, в принципе, сделала перекрытие прошлого сегмента вниз, но потенциал, насколько далеко пойдет, здесь под большим вопросом. Дело в том, что я лично рассчитываю этот диапазон 1.22.75-1.23.45 и с него уже стартануть вверх на обновление максимума. Как ты уже говорил по поводу процентной ставки по фунту, сколько там, по-моему, 4.5% они говорят, что это самый-самый потолок у них будет. И они собираются сейчас на 0.25% как раз повышать. Я как раз только с утра об этом читал и здесь так же накинул европрофиль. У нас получается основе скопления, конечно, не так красиво выглядит переход, потому что здесь длительные накопления внутренние происходили, но в целом все равно в этот диапазон у нас попадает классная значимая граница. По опционам там вообще далеко. На самом деле они залиты, причем еще были в начале апреля, в конце марта. И вот этот диапазон, он достаточно сильный, но пока мы не будем о нем говорить. Сейчас на данный момент вот эта область. Также усиливается одной-второй маржиналкой и локальными уровнями поддержки, формируя здесь зону вращения, то есть тот диапазон, который ценовидел с обеих сторон. Поэтому отсюда буду просматривать покупки. И что касается нефти. Меня лично нефть очень порадовала. Дело в том, что помнишь как раз на предыдущем вебинаре говорил, что стратегически как раз вот, ну я поддерживаю идею ее роста, но это в стратегическом плане, то есть имеется в виду на долгосрок, на несколько месяцев вперед. И также просматривая картину по опционам, я видел прекрасно, то есть здесь заинтересованность к росту в район 90 долларов за баррель. Да, такое есть. Но также не стоит забывать, что эта экспирация аж на конец лета. Поэтому до конца лета у нас времени еще вагон и сколько, три тележки сверху. Поэтому в данном случае я считаю, что для начала сделают коррекцию вниз. У нас дело в том, что очень классная структура сформирована. Фактически у нас сейчас полностью готова заготовка для паттерна перепозиционирования. То есть длительный у нас есть левый сегмент накопления. Вот он такой большой, который начался фактически с конца прошлого года. И выброс был сделан вниз. Здесь просто огромным количеством блочных объемов залили, просто нереально. И после этого красивое движение вверх с перекрытием всего прошлого сегмента. То есть это самый классический вариант паттерна перепозиционирования, что происходит при его срабатывании. То есть цена формирует коррекционное движение вниз. То есть продолжится коррекция. Здесь пока что ориентировочно где-то по району 74-75. У нас есть такая вот зонка покупателей. Это еще с дневного графика она взята. Поэтому я думаю, что с достаточно большой вероятностью цена протестирует вот эту область поддержки. А вот после нее уже действительно состоится то, о чем ты говорил. То есть стратегический рост с дальними целями 85-90 и вплоть до сотки. Правда, у меня большие сомнения насчет сотки, смогут ли туда дойти. Но заинтересованность мы четко просматриваем. Заинтересованность здесь есть и прям хорошие спреды сюда заливаются. Поэтому при такой комбинации да, могут. Ну то есть надо посмотреть еще. А, но экспирация аж в ноябре 2024 года. Короче, у нас еще полтора года времени есть. Здесь это очень дальнее. Но пока что давай будем ориентироваться на перехай. Но единственное только, я все-таки призываю смотреть покупки именно после коррекции, после закрытия вот этого гэпа и, скорее всего, достижения области зоны покупателей. Вот от нее уже это будет самые, как по мне, самые классные, самые значимые покупки. Это диапазон 74,35-72,55 условно. Ну, конечно же, плюс-минус погрешности нужно учитывать. Ну, в общем, такой диапазон на данный момент сформирован. А пока что коррекция вниз пускай добивает. Денис, спасибо тебе за рекомендации, за сделки. Следим за отработкой наших идей. Вот снова смотрю на график нефти и, ну, не могу не согласиться с тобой, что прям очень есть высокая вероятность того, что вот все-таки спустится бренд к уровням, с которых образовался гэп после решения ОПЕК. Это как раз еще примерно 4-5 долларов. Но покупатель во мне говорит, надеюсь, что не спустится. Ну, ладно. У всех есть, скажем, такие сделки, которые немножко не по обозначенному и желаемому сценарию идут. Ну, что же тут поделать. Денис, спасибо тебе большое, что нашел время, подключился, обсудил со мной, подсказал, как, скажем, извините, вообще сейчас работать на рынке. Ждем тогда следующего эфира. До конца этой недели отчетов почти не будет интересных, значимых. Поэтому работаем с тем, что накопили раньше и с тем, что я сейчас. Но очень скоро заседание Федрезерова. Вот там уже, конечно, полетаем. Там будет очень интересно. Может быть... То, что заседание Федрезерова 3 мая, да. Но на следующей неделе еще будет заседание Конгресса по поводу поднятия госдолга США. Мне кажется, там тоже волатильности подкинут. Вот как раз предлагаю эту тему с тобой с позиции фундамента и обсудить на следующем эфире. Посмотрим, как она повлияет на долг. Денис, еще раз тебе большое спасибо. Хорошего закрытия недели и хороших выходных. Пока. Артем, спасибо большое, тебе тоже взаимно. И, конечно, нашим подписчикам тоже прибыли. Пока. До встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok